Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 13 декабря По народному месяцу слову Андрей Первозванный, Андрей Гадальный В этот день христиане чтут память святого Андрея Первозванного, одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа, I век. Андрей в переводе с древнегреческого означает «мужественный» или «муж». Вероятно, поэтому апостол Андрей на Руси почитался как покровитель брака и олицетворения мужского начала. В народе ночь на 13 декабря звалась Андреевой ночью и была временем для гаданий. Магические обряды этой ночи были своего рода репетицией перед большими святочными гаданиями. На Руси считалось, что во сне молодым и несемейным парням и девушкам может явиться образ будущего супруга. Существовал обычай, по которому парни до восхода солнца наливали в блиненную миску колодезной воды, выходили на крыльцо, наклонялись к воде и старались в шуме ее расслышать имя, предназначенное небесами им в жены девушки. Девицы, желающие узнать свою судьбу, накануне вечером соблюдали пост, но так, чтобы никто из родных этого не заметил. За вечерней трапезой девушки отламывали кусок от своего ломтя хлеба, а перед сном клали его под подушку, приговаривая при этом «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать». Также в этот день можно было сорвать ветку фруктового дерева, как правило, яблони, и поставить ее в воду. Если на Рождество ветка зазеленела, это означало, что в наступившем году девушка выйдет замуж. Знахари и целители считали день Андрея Первозванного своим праздником. Для своих лечебных целей в этот день они использовали траву Веронику, обережную Андрееву траву терпкую да горькую. Ее свивали в венок и надевали на голову тем, кто мучился плохими мыслями, так как она, говорят, оберегала от лукавого. Несколько травинок прятали под подушки детям, которым снились кошмары. После этого детский сон должен был стать спокойным и оздоравливающим. В этот день проводился обряд наслушивания воды. Особенно чтился этот обычай стариками. Поутру они шли на ближайший водоем и там рубили прорубь. Прежде чем зачерпнуть воды, люди опускались на коленях к краю проруби, прижимались ухом ко льду и слушали. Считалось, что если вода была шумной, то стоило ждать сильных метелей и стужи. А если была тихой, то и зима обещала быть тихой и хорошей. Затем из проруби черпали воду и несли домой. Если вода была шумной, то ее сразу не наливали в домашнюю посуду. Воду успокаивали, чтобы с ней в дом не пришел шум. Для этого над водой читался следующий заговор. Шум-шумок, ты по что спохватился? Коль на радость, стучи. Коль на горе, смолкни. Усохи, корчи, гнисти. Не созывай к моей печи. После воду использовали для приготовления пищи. В народе верили, что еда, приготовленная на такой воде, снимает все беды, горести и болезни со всех, кто ее отведал. В этот день примечали. Если 13 декабря пойдет снег и не растает, то будет лежать еще 110 дней. На Андрея не выпадет снег, зима будет теплой. В этот день морозно, но ясно, то быть добру и хорошему урожаю. В Андреев день огонь в печи горит красным пламенем, то скоро начнется стужа, а если белым – оттепель. А еще говаривали. Родившиеся 13 декабря находятся под сильной защитой. Считается, что из любой ситуации они выходят с достоинством. Радости, здравия и мудрости вам, славяне! Братья-месяцы Машинин Продолжение следует... Продолжение следует...